Хороший старт для предпринимателей. Считанные дни остались до открытия каворкинг-центра в Щелкове. Помещение должно стать большим подспорьем для тех, кто только начинает свой бизнес. Преимущество таких центров в том, что за достаточно низкую арендную плату предприниматель получает функционал крупного офиса. Каворкинг разместился на втором этаже отделения Сбербанка на улице Комсомольской. В каворкинг-центре старт смогут разместиться порядка ста предпринимателей. Здесь есть все необходимое для ведения бизнеса. Оборудованные рабочие места, конференц-залы, переговорные комнаты, кухня и зона отдыха. Площадку, где разместятся резиденты, осмотрел глава Щелковского района. Открытие каворкинга запланировано на ближайшие дни, поэтому практически все готово для встречи предпринимателей. Центр уже открыл набор желающих. С момента нашей работы обратилось около 10 человек. Люди смотрят, интересуются, мы все рассказываем, показываем. И в ближайшее время уже планируется заключение нескольких договоров. Каворкинг-центр в Щелкове – один из самых крупных в Московской области. На территории площадью почти полторы тысячи квадратных метров расположены 50 оборудованных помещений. Что главное, резиденты могут пользоваться всем необходимым – от арктехники и интернета до кофемашины и микроволновки. Все включено в арендную плату. Она, к слову, начинается от 10 тысяч рублей в месяц и варьируется в зависимости от занимаемой площади и срока аренды. Обращаться можно по телефону, который указан на сайте. Также можно написать нам на почту, приходить сюда, Комсомольская, 11, Щелково. И я все покажу, все расскажу. Я считаю, что мир меняется и, соответственно, меняется отношение к предпринимателям. Для них создаются условия, в которых их деятельность будет более комфортна. Я уверен, что отсюда пойдет хороший выхлоп для экономики нашего родного Щелковского района. Хоть каворкинг-центр еще и не начал свою работу, предприниматели уже смогли оценить условия труда и функционал помещений. Остались довольны. Удобны небольшие офисы, потому что, как правило, начинающим и общественным организациям, и предпринимателям не нужны большие помещения, за которые взимается плата. Потом мне нравится, что отдельно есть конференц-залы переговорные, потому что нет смысла платить за большой зал весь месяц. Если у меня переговор, то два раза в месяц или одно мероприятие публичное какое-то. Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».